друзья всем привет с вами санек и сегодня видос про то как я все-таки решил воткнуть электрику на малыша кому интересно смотрите видос до конца будут нестандартное решение обратно возможно кому-то пригодится так друзья ну и первым делом я хочу предупредить что в электрике я полный ноль абсолютно полный ноль это знает каждый мой одногруппник вот то что знаю такие вот основы да что примерно должно где-то куда-то что-то подключиться но здесь я чисто на интуиции все это дело собирал поэтому строго не пинайте если кто-то знает лучше мужики респект вам и уважуха я знаю электрику хуже всех в общем первым делом что я поставил генератор на свое законное место и от него уже начал плясать есть генератора значит должен стоять полноценный аккумулятор вот он пожалуйста под сидением 60 . нормальный полноценный аккумулятор который будет тянуть всю электрику которая будет здесь подключена а здесь будет стоять да уже стоит я уже поставил фары вот такие мужики они похожи на тракторные правда небольшие с такими же рассеивающимися стеклами вот она тракторная фара но чуть-чуть другого до дизайна но тем не менее очень похоже но это большая а эти вот как раз под стать этому тракторку номер для антуража прикручен так что на учет его не ставил а то писали как-то в некоторых видосах как ты поставил на учет не как ну и соответственно понеслось разводить все эти проводку корица провода туда-сюда сюда-сюда туда в общем здесь на фишке присутствует масса выключения массы на аккумулятор выключена включена вот генератор мтз он дает ток сразу даже при выключенном аккумуляторе можно иметь свет что еще рассказать вам самое интересное будет сейчас немножечко впереди свет вывел на клавишу то есть включил вот она фары бьют вот так линии нужно настроить наклонить так как надо но это ночью и соответственно включают задние габариты габариты у меня мужики как называется это правильно плафоны да или фонари трафтера мтз передние передние это желтый белый задние это желтый и красный но я решил взять белые почему потому что все это дело подключил на задний ход то есть включаем заднюю передачу включается задние фонари мужики на этих фонарях стоят лампочки 21 ватт чтобы поярче было ночью вообще проверял отлично только освещает вообще замечательно на габаритах на габаритах мужики они же поворотники до лампочки по 10 ватт стоит 5 тускновато ну десяточку впихну 21 ватт ставил очень сильно нагреваются фонари проводка у меня разделена левый правый и выходят через переключатель вот здесь смотрите выключаю тухнет фонарь но при этом другой также и здесь выключаю тухнет фонарь можно использовать как поворотник да то есть рукой поклацать вроде как поворотники есть но стоит только выключить мужики свет говорится эта функция исчезает поэтому сейчас на эти лампочки буду делать поворотники повторюсь это обычные фонари плафоны одноконтактные одноконтактные но сейчас я сюда внедрю функцию поворотника вот такие дела и поставлю лампочки 21 ватт почему смотрите видос дальше ну и соответственно имея полноценный аккумулятор нормальный да здесь помните был у меня бардачок но ниша вырезалась изначально под магнитофон мужики то есть здесь еще будет присутствовать музыка кто-то скажет да и есть слышно не будет не надо мне рассказывать музыка у меня стояла на одном из тракторов было вообще замечательно работать особенно если где-то выехал сидишь работаешь но трактор при этом стоит на месте да просто просто удобно слушать новости и так далее там подобное и за рулем а кстати руль поменял семерочного на пятерочный теперь видно все клавиши плюс магнитофон ну ручка это отдельная тема кнопка аварийки у меня не кнопка аварийки кнопка сигнала просто убрал фиксацию знаете там как это и делать убирать поэтому там ничего сложного штырёчек один удаляется из кнопки и она не фиксируется но при этом собачка разрывается очень удобно сигнал вот она сигнализации динамик как-то так ладно рель ля-ля говорится давайте поставим реле поворотов вот такой у меня большой правда другого у себя не нашел покупать не нужно поставим реле поворотов и выведем на фонари так ну а дальше чё подключаем или по схеме как оно должно работать взял достал те же самые десяточки из фонарей чтобы показать до 10 ватт вот подключил на одну лампочку схема простейшие там плюс-минус и нагрузка даю на плюс быстро сейчас подключу вторую лампочку сюда отключаться не буду подключаю так вторую лампочку и также ждаю на плюс тоже очень быстро работает релюха сейчас поменяю лампочки на 21 ватт буду использовать желтые в желтом чтобы свет был немножко темнее итак лампочки поменял реле подключено сейчас на одну лампочку проверяем нагрузки маловато на одну лампочку сейчас подключаем вторую легко и просто добавили и реле мужики заработала так как надо на двух лампочках по 21 ватт поэтому буду использовать назад вот эти две лампочки на 21 ватт чтобы на габаритах не поплавить плафоны я им уменьшу яркость так ну и на всякий случай еще использую комбо 10 ватт 21 ватт по одиночке видно было что он быстро мигает вот интенсивность такая среднячок все-таки поинтереснее работают 21 и 21 так ну а для подключения мне нужна клавиша нужного говорится расположение клемм а именно функция чтобы было реверса то есть одна какая-то задействована но мало переключать на клеммы это клавиша с вентилятора на не видно вот есть тут такая у них штука это вот клавиша не знаю спички наверное из чего задействую вот эти две клеммы это это перекидная так сказать тоже очень подходит использую вот такие клеммы подойдет вот такая клавиша мужики вот этот ряд задействуем как основной это перекидные клеммы остальные такого плана которые просто идут на включение и выключение да эти просто вот на лампочку до подсветку они не нужны мне такие не пойдут на такую клавишу вот с таким расположением клемм у меня подключены габариты то есть одна идет плюсовая дальше идут подключение фар и габариты нужны реверсивные туда-сюда чтобы были меня не год с таким вот обозначением без лампочек то есть есть такие же с обозначением но не не полная куда включению этих идет полная и реверсивная для того чтобы можно было плюс перекидывать с основного на реле схему рисовать мужики не буду я не понимаю в электрике от реально делаю все на своих догадках как это должно быть вот при вас еще ничего нигде не внедрено вот оно лежит все на столе так далее снял руль для того чтобы просверлить и установить вот здесь контрольную лампочку от реле чтобы было видно что мигает поворот либо не мигает чтобы не забыть его выключить зеленая не было было красное поставил мотоциклет на все реле прикручено прокинуты провода на реверс да так сказать не работает теперь это дело примерно вот так то есть включаем свет свет загорелся загорелись габариты напомню лампочки 21 ватт они слишком мощные могут поплавить фонари если долго будут работать и включаем допустим этот поворотник и вот он тот горит этот замигал выключаем поворотник также горит говорит включаем вот так вот не видно короче включаем слышно заклацало заморгала здесь работает контроль к все выключили тут контроль к потухла почему быстро мигает на одну лампочку мало нагрузки надо ставить будет все таки чтобы полноценно все это дело работало и спереди тогда будет работать отлично вот выключили свет потухли габариты но поворотники мужики также работают один вот другой поэтому как только установится аварийка включаем 2 пожалуйста эффект аварийки срабатывает то есть кнопки реверса переключают на думаю понимаете чем я говорю я не профессионал это все на голом энтузиазме у меня как бы на только на моих догадках как только добавятся спереди лампочки для нагрузки быстрое моргание уйдет даже сейчас поставлю и посмотрим но это еще не все сейчас мы будем снижать накал накал этих лампочек чтобы не плавили плафон и это тоже очень интересная штука включаем габарит свет свет загорелся там горит здесь моргает соответственно с той стороны здесь горит одновременно включенные срабатывает аварийка я думаю понятно объяснил подсоединяется по схеме плюс-минус нагрузка и контролька там четыре провода там ошибиться мужики невозможно так свет тушим вот такие вот дела это слишком ярко это слишком ярко и они уже вот такие вот тепленькие а как снизить яркость очень все элементарно просто мужики знаете что это такое объяснять не буду в каждой нашей отечественной машине есть такая штука которая приглушает при тушает панель приборов поэтому сейчас вот это как ее называется диммер до по-нашему или зуммер или думер или бумер в общем не не знаю сейчас где идут его засверлю под рулем крутилочку и она будет регулировать как это правильно назвать яркость вот тем самым не давая плафоном нагреваться и так поставил свет сейчас выключил специально поставил вот этот как вы показать теперь вот регулятор в крутилку эту которая приглушает свет да знаете вот подключил ее в цепь то есть один конец через предохранитель один конец к постоянному плюсу другой конец уже идет на клавиши на вот эти клавиши которые не дают как раз таки регулировочку посмотрите сейчас включаю свет вот загорелся головной загорелись габариты вот они сейчас горят на всю мощность так как выкручена до конца а теперь смотрите показать вот вращаю и лампочки как бы меняют свет то есть работает уже не в полную силу а в какой-то накал нужный при желании даже вот если выкрутить ее до конца смотрите то ее можно потушить то есть там контакт прерывается и при работающем свете спереди сзади не гореть вообще никак не будут ну то есть такое своеобразное отключение стоит только чуть-чуть провернуть чуть-чуть и они уже вот горят в какой-то какой-то накал то есть выставляю нужную мне яркость так чтобы не грелись плафоны этого будет достаточно я считаю замечательно но при этом когда включаешь поворотник вот там горит здесь мигает также также из той стороны там мигает здесь горит но когда поворотник включается эта лампочка загорается чуть ярче так как она работает 1 в этой нагрузке как только поворотник выключаешь они притухают обе вот как-то так мне нравится то есть могу яркость отрегулировать замерить не греется замечательно как-то так свет выключаем здесь все тухнет вот такое мужики необычное решение сделал из обычных запчастей автомобиля жигули вот как-то так ничего тут сложного нет две клавиши с нужными разъемами подключить сейчас это все дело вложу аккуратно чтобы не торчало и подключить да или уже повторяюсь да не суть то не в этом главное что все получилось все мужики замечательно вот коса даже две косы отсюда беру какие-то разъемы где-то провода подключаю развожу останется подключить магнитофон в принципе и все все что хотел все мужики сделал как-то так я доволен вот крутилочку специально вынес сюда ближе к стоечке здесь будет находиться руль и чтобы их случайно там не зацепить и он разок настроил и всю и туда больше лазить как бы и не обязательно можно там выкрутить ее в ноль фонари потухли спереди свет горит но это если они днем не нужны здесь контакт размыкается и все а так добавил в любое время хоть на хоть на всю но опасно но будем смотреть следить в общем штука нужная контроль к обязательно долбит глаза хорошо видно что работает если двигатель будет тарахтеть не слышно релюхи то лампочку будет видно прекрасно хотя в огороде кому здесь повороты показывать ну так подключил это несложно но еще раз повторюсь я не разбираюсь в электрике все идет из головы все мужики всем пока с вами был санек ставлю руль ставлю я не знаю майтофона потом поставлю не к успеху здесь ложечка такая бардачок в общем самое основное сделал а дальше будет желание сделаю еще спереди поворотник распределю нагрузку так чтобы это все мигала с постоянно постоянно да как бы с одной в одном режиме так называется и все еще будет замечательно возможно даже будет габарит и поворотник также в одном все кому понравилось лайкосик мужики не знаю я думаю и так понятно удачу подключать 4 провода 4 подключить на фишки у которых реверсивное подключение центр это фары одна сторона это постоянный плюс другая сторона это реле также точно и на том вот как то так все всем пока удачу